Он мог обмануть кого угодно. Послушай, послушай, для девушки самое главное, я не могу сказать обаяние мужской красоты. Надеюсь, мистер Коннор не очень красивый. Не знаю. Нет, не очень. Прекрасно! А чем вы занимаете? Посещает вечернюю школу. Великолепно! Значит, у Арм на будущее. А что он изучает? Радио, дело ираторское искусство. Великолепно! Послушай, послушай, матери не грех знать, с кем собирается встречаться ее, значит, тем более с серьезными намерениями. Но предупреждаю тебя, мама, он не знает, что у меня есть сестра. Я просто позвал его на ужин. Он сказал порядок и весь разговор... Ничего! Придет узнать! Еще Бога будет благодарить, когда узнает. Какая она у нас. Мам, по-моему, ты возлагаешь слишком большие надежды на Лауру. Что-то я тебя не понимаю. Лаура нам кажется хорошенькой, потому что мы ее любим, привыкли к ней. Мы даже не замечаем, что она инвалид. Не смей произносить это слово в моем доме! Никакой она не инвалид! Мам, посмотри, прамки в глаза. Ну, это еще не все. Что значит не все? Лаура ужасно робкая. Она не похожа на других. Ну, я считаю, что это приущество. Как сказать? Посторонне иначе смотри. Лаура ужасно робкая. Она замкнулась в своем мире. И чужим может показаться чудной. Ну, чем это она чудная? Позвольте узнать. Она вся в собственном миреке, у нее ничего нет. Одни стеклянные зверушки, да старые пластинки. И, пожалуй, все. Куда ты? Кино! Опять кино? Да. Каждый день в кино! А? Я не верю, что ты каждый день ходишь в кино. Так она наконец закроет это кино! Лаура! Ла... Мам...